Всем привет! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. Передает журналист Серж Митай. Саботаж Северного потока. Российская операция под фальшивым украинским флагом. 30 ноября 2023 года. Россияне сами саботировали Северный поток. Их спецслужбы организовали операцию под фальшивым флагом с помощью своих агентов в администрации президента Украины. Реальное значение сенсации Вашингтон-Пост и Спигель опубликованы 11 ноября. Для начала вспомним факты. 26 сентября 2022 года, спустя примерно 7 месяцев после начала агрессивной войны России в Украине, взрывы на дне Балтийского моря в районе датского острова Борнхольм вызвали внушительную утечку газа. Сначала ночью на одном из двух газопроводов Северный поток-2, затем поздним вечером на двух газопроводах Северного потока-1. Все указывало на то, что взрывы были результатом саботажа. 14 месяцев спустя официальное расследование по установлению виновных так и не было завершено. Ожидается, что датские, шведские и немецкие власти, те, кого это непосредственно касается, продолжат расследование. Понятно, что пройдет некоторое время, прежде чем они смогут прийти к каким-либо выводам. Скорее всего, они будут взрывоопасными. Чтобы упростить ситуацию, скажем, что датчане и шведы склоняются к российскому варианту, а немцы к украинскому. Российский маршрут Матт Люнквист, шведский прокурор, возглавляющий расследование 6 апреля, дал понять, что он убежден в том, что за взрывом газопроводов Nord Stream стоит какое-то государство. Для него это, цитата, абсолютно основной сценарий, конец цитаты. На самом деле, за этим стоит российское государство. Считается, что Россия, используя ресурсы своего военно-морского флота в Балтийском море и специализированных спецназовцев, взорвала 3 из 4 газопроводов Северного потока. На самом деле, только прошлой весной были обнародованы важные элементы расследования, подтверждающие версию России. В первую очередь, это было связано с тем, что 22 сентября 1922 года в районе, где 4 дня спустя произошли взрывы, было замечено присутствие российского спасательного судна СС-750. СС-750 — необычное спасательное судно. Это специальное судно ВМФ России, предназначенное для проведения спасательных операций на морском дне, для подводных лодок, терпящих бедствия. На его борту находится малая спасательная подводная лодка АС-26 класса «Приз». СС-750 и его подводная лодка АС-26 были приписаны к Балтийскому флоту. Она базируется в Балтийске, в Калининградской области, Кенигсберг, бывшая Восточная Пруссия, всего в 230 милях, около 425 километров от места первого взрыва. На видео показано, как он проводит учения у Балтийска. В ходе учений малая подводная лодка АС-26 используется для эвакуации экипажа так называемой «поврежденной» подводной лодки, лежащей на глубине. Подводная лодка СС-750 идеально подходит для проведения диверсионной операции, подобной той, что была проведена на газопроводах «Северный поток». Они проложены на глубине около 80 метров в районе Борнхольма. Они представляют собой сборку очень больших стальных труб с внутренним диаметром более метра, облицованных бетоном, каждый из которых весит 24 тонны. По мнению некоторых экспертов, взрывчатка, заложенная под эти трубы, была такой же мощной, как энергия, выделяемая 500 килограммами тротила. Понятно, что диверсия не могла быть просто делом рук водолазов, действующих с яхты на поверхности. Небольшая подводная лодка АС-26 оснащена захватами, которые позволяют ей перемещать грузы под водой. Это было бы идеальное средство, с которого люди могли бы заложить взрывчатку под трубы на дне Балтийского моря. Оказалось, что СС-750 действительно видели и сфотографировали на месте диверсии на трубопроводе утром 22 сентября 2022 года. Это подтвердила датская газета «Dugblooded Information» в своем выпуске от 28 апреля. Это подтверждение было ожидаемым. Двумя месяцами ранее в статье в T-Online были приведены особенно убедительные доказательства присутствия СС-750 22 сентября 2022 года в районе диверсии на газопроводе. Один из соавторов статьи, Оливер Александр, датский аналитик по разведке из открытых источников OSINT, использовал данные с сайта Marine Traffic, чтобы восстановить передвижение пяти российских военных кораблей, которые сопровождали СС-750 к месту диверсии за четыре дня до взрывов. Но это было еще не все. Оливер Александр показал, что датские ВМС были предупреждены, как только первый российский корабль появился в районе острова Борнхольм, и что они немедленно отреагировали, отправив патрульное судно P-524 Nymphon посмотреть, что происходит. Он установил, что P-524 Nymphon покинул свою базу в Рюдбюхавне в 19 часов 50 минут UTC 21 сентября и прибыл примерно в 6 часов 15 минут UTC 22 сентября в район, где произойдут взрывы на Nord Stream 1. Это, отметил он, было настолько необычно, что, цитата, «это был лишь второй случай за многие годы, когда корабль Королевского датского флота проявил интерес к этому району». Поэтому представлялось весьма вероятным, что фотографии СС-750 могли быть сделаны с патрульного катера P-524 Nymphon 22 сентября 22 года. По данным Duck Blaggett Information, теперь это официально признано датскими властями. Газета также сообщает, что у них есть 26 снимков СС-750 и 86 снимков других кораблей российского так называемого конвоя. Можно предположить, что шведские власти также располагают множеством интересных снимков, на этот раз сделанных с воздуха. Оливер Александр также подчеркнул, опять же, на основе разведданных из открытых источников OSINT, что шведские ВМС также были оповещены. Уже в 7 часов 12 минут UTC 22 сентября, отмечает он «самолет предупреждения и управления шведских ВВС «взлетел с авиабазы Мальман и проследовал по очень необычному маршруту над Балтийским морем». Конец цитаты. Все это говорит о том, что датские и шведские исследователи уже давно установили связь между присутствием СС-750 у острова Борнхольм 22 сентября и взрывами 26 сентября 2022 года, и что существуют, мягко говоря, серьезные предположения о виновности России. Но это не имеет доказательной силы. В апреле прошлого года шведский прокурор Мац Люнквист заявил, что надеется завершить свое расследование до конца года. Следует опасаться, что ему будет нелегко уложиться в этот срок, учитывая, как трудно обвинить Россию в саботаже газопровода «Северный поток», даже абсолютно, что является единственным реалистичным сценарием. Украинская инициатива. Украинская инициатива, по сути, является самой старой. Она была указана еще до взрыва 26 сентября 2022 года. Все началось с голландской военной разведки, МИВД, которая в июне 2022 года узнала из украинских источников, считавшихся надежными, что украинская армия под руководством главнокомандующего Валерия Залужного собирается провести операцию по подрыву газопроводов «Нордстрим», и что для этого будет использована команда из шести водолазов. Голландцы, как утверждается, передали эту информацию немецким спецслужбам и ЦРУ. ЦРУ, в свою очередь, проинформировало правительство США. Американские лидеры отреагировали. Они должны были отговорить украинские власти и, в частности, президента Владимира Зеленского от совершения этого акта. Таково вкратце содержание некоторых секретных документов Пентагона, которые стали достоянием общественности в прошедшем апреле, то есть в апреле 2023 года. Они указывали на украинскую зацепку, о которой до сих пор не знал весь мир, за пределами разведывательных кругов. На самом деле, украинская зацепка впервые появилась в СМИ только 7 марта 2023 года, за месяц до этих разоблачений. В тот день немецкий телеканал ARD и газета D-Zeit объявили, что диверсия против трубопроводов Nord Stream была осуществлена командой из шести человек на борту, цитата, яхты, арендованной у компании, базирующейся в Польше и, по всей видимости, принадлежащей двум украинцам. Конец цитаты. Предполагается, что яхта вышла из Ростока, Германия, куда отправился Камандос 6 сентября 2022 года. В неопределенный срок, через 2-3 недели, она была возвращена владельцам в неочищенном виде. Это позволило бы следователям обнаружить следы взрывчатки на столе в каюте. В последующие дни мы узнали, что яхта называется Андромеда, что это Bavaria Cruiser 50, что она была конфискована и что она находится в сухом доке на острове Рюген в Германии. Между 16 и 18 сентября 2022 года его якобы видели пришвартованным у причала небольшого датского острова Кристиансио. Что касается Камандос, то гражданство их членов точно неизвестно. Но, по мнению следователей, многочисленные улики, названия компаний, посредников, IP-адреса, телефонные звонки, данные о местонахождении и так далее показывают, что до своего круиза по Балтийскому морю они прибыли из Украины, а сразу после него вернулись в Украину. Можно ли таким образом считать Украину зачинщиком диверсии на Северном потоке? Дизайн в своей статье 7 марта уже проявила осторожность, заявив, что нам следует избегать поспешных выводов. Она даже добавила, что в международных кругах безопасности не исключается возможность проведения операции с использованием фальшивого флага. Каманды смогли намеренно оставить следы, указывающие на то, что за взрывами стоит Украина. На следующий день, 8 марта, министр обороны Германии Борис Писториус вернулся к этому вопросу, считая вероятным, что это была, цитата, «операция с фальшивым флагом, инсценировка, чтобы обвинить Украину». Конец цитаты. Это действительно очевидный вывод. И если оставить в стороне чисто технические аспекты целесообразности диверсии на Nord Stream силами группы из шести человек на борту яхты, то это дело с так называемой украинской подоплекой, похоже, действительно шито белыми нитками. Мы знаем, что именно украинский источник в июне 22-го года предупредил голландскую военную разведку о подготовке диверсии на северном потоке группы из шести водолазов по приказу генерала Залужного. Мы видели, что именно отряд из шести водолазов, вероятно, украинцев, взорвал три из четырех трубопроводов Nord Stream. Мы увидим, что именно другой украинский источник предоставил газета «Вашингтон-Пост» и «Спигель» новые доказательства против генерала Залужного для их изданий от 11 ноября. Меньше всего можно сказать, что этот украинский источник не является другом главнокомандующего украинской армии. А если учесть, что для того, чтобы заслуживать доверие, этот источник должен иметь важный статус в нынешнем украинском правительстве, то можно с уверенностью сказать, что он также является агентом российских спецслужб. Администрация президента Украины, стоящая за разоблачениями в «Спигель» и «Вашингтон-Пост». Украинский след был недавно вновь открыт после публикации в «Спигель» и «Вашингтон-Пост» откровения личности украинского офицера, который якобы руководил отрядом из шести водолазов. Им оказался Роман Червинский, 48-летний полковник, служивший в спецназе украинской армии. Естественно, ни одна из газет не сообщает, кто или какое учреждение в Украине предоставило сенсацию. Имя Червинского, цитата, циркулирует в украинских и международных кругах безопасности в связи с атакой на газопроводы, пишет «Спигель». Роман Червинский, по словам чиновников в Украине и в других странах Европы, а также других лиц, знакомых с деталями тайной операции, цитата, «играл центральную роль в саботаже «Норд-стрим». Это сообщает «Вашингтон-Пост». Обе газеты представляют свои разоблачения как плод совместного расследования. У них одни и те же источники, и они сообщают о своих выводах согласованных, каждая по-своему. Возможно, можно сказать, что статья «Спигель» больше дистанцируется или менее наивна из них. Но факт остается фактом. Обе газеты были использованы в операции по дезинформации. Этого они признать не могут. Однако они дают ключ к пониманию ее истоков, и в этом их немалая заслуга. Например, из этих двух статей мы узнаем, что Червинский находится в тюрьме с апреля по причинам, не имеющим отношения к «Норд-стрим», и, как мы подозреваем, политическим. Что у него есть комитет поддержки, члены которого, присутствующие на слушаниях по его делу в операционном суде Киева, носят футболки с его изображением и призывают к его свободе. Мы также узнали, что он, цитата, «публично заявил, что подозревает Андрея Ермака, одного из ближайших советников Зеленского, в шпионаже в пользу России. Он также обвинил администрацию Зеленского в том, что страна не была должным образом подготовлена к российскому вторжению». Конец цитаты. Мы также узнаем, что Червинский обвинил Ермака и, цитата, нескольких других советников Зеленского в срыве операции по отлову боевиков Вагнера в 2020 году. Конец цитаты. Операция провалилась, по его словам в интервью в 2021 году, цитата, «из-за утечки информации из окружения Зеленского». Конец цитаты. Все это позволяет предположить, что так называемое разоблачение роли Червинского в диверсионной операции «Северный поток» не связано с нынешней напряженностью внутри украинского правительства. Мы знаем, что глава администрации президента Андрей Ермак в настоящее время ведет ожесточенную борьбу с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным. В этой схватке уже есть несколько жертв, и президент Зеленский до сих пор не смог стать посредником. За Червинским стоит именно Залужный. Очевидно, что для Ермака, которого Червинский считает ключевым игроком в российской агентуре в Украине, все ставки сделаны. Спигель и Вашингтон-Пост сообщают, что на вопрос, заданный ему адвокатом, Роман Червинский ответил письменно, цитата, «все спекуляции о моей причастности к атаке на Северный поток распространяются необоснованной российской пропагандой». Мало сомнений в том, что эта российская пропаганда имеет эффективную связь в администрации президента Украины. Скорее всего, именно она стала источником информации, полученной от голландской военной разведки в июне 2022 года и так называемых разоблачений «Спигель» и «Вашингтон-Пост» в ноябре 2023 года. Жмите лайки, подписывайтесь на «Рашкин репорт», если вы этого еще не сделали, и, как всегда, используйте свое критическое мышление, когда получаете информацию. Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине! I'm Israel High и God bless America! До новых встреч, друзья!